МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа День города. Смотрите в выпуске. С московской ВДНХ в Рязанскую. Филиал выставки «Россия» откроется в торговом городке. Чистота – залог здоровья, ротовирус и его профилактика – простейшие правила в нашем сюжете. Партнер выпуска ООО «Рязань Медтехника». Все средства реабилитации от лучших производителей в магазине «Медтехника» на Есенина, 72, дробь 2. Инвалидные коляски, каталки, функциональные кровати, ходунки, опоры под спину, кресла-туалеты, ступени с поручнем, сиденья для ванны, прикроватные столики, бескаркасные ванны, велоэргометры, костыли, трости, палки для скандинавской ходьбы, дыхательные тренажеры и многое другое. В магазине «Медтехника» на Есенина, 72, дробь 2. Справа от выставочного центра АК. Телефон 51-10-15. 51-10-15. Возможно, доставка оборудования под заказ. На Международной выставке России Рязанский стенд посетило 3,5 миллиона гостей. Наследие выставки будет развиваться и дальше в Национальном центре в Москве, а в регионах планируется создавать филиалы. Все понимают, что успех страны складывается из успехов регионов. Ну а мы готовы перенимать и готовы дальше двигать успехи выставки России на нашем Рязанском ВДНХ. С этого заявления Павел Малков начал заседание правительства. Напомню, губернатор был на закрытии Международной выставки в Москве. О других темах, которые поднимали на правительстве, далее в сюжете. Темой номер один на правительстве стали больницы. Обращение поступило из Александра-Невского района. Дескать, для статуса эталонной больницы им не хватало оборудования, УЗИ, эндоскопов, хирургических инструментов. Нам удалось обновить аппарат УЗИ. Нам удалось приобрести новый фиброгастродуаденоскоп. Нам удалось заменить комплект современного хирургического оборудования, высокочастотного, для операционных задач. То, что касается единиц автотранспорта, это два дополнительных УЗИ и четыре легковых автомобиля, одна единица скорой медицинской помощи. Поговорили и про ФАПы. Так, в поселке Коширин фельдшерско-акушерский пункт уже возведен. Вопрос газификации и электрификации решен, говорит Александр Пшеников. Откроется он в октябре. Конечно, у нас эталонная больница должна быть не только в Александре-Невском. Александр Сергеевич, в ближайшее время ставьте совещание у меня с главврачами. Я хочу по каждой больнице видеть план работы, развития. И вот мы говорим про тяжелые аппараты. УЗИ, МРТ, КТ и прочее. Это, конечно, все очень важно и дорого, сложно, но на самом деле в каждой больнице огромное количество других проблем, которые иногда не требуют никаких особых усилий, кроме хозяйского взгляда, хозяйской руки со стороны главврача. Я же вижу обращение в соцсетях. Другая жалоба в соцсетях поступила из Кораблинского района. Люди писали, что в такую жару у них отключили воду. Администрация муниципалитета рассказала о причинах. Мол, потребление воды возросло и в верхней части напора попросту не хватало. Сейчас оборудование отрегулировали, давление в норме, вода есть везде. Павел Малков отметил, что жалоб на перебои с водой много. Кораблинский район лишь частный случай. У меня только за последнюю неделю сигналы из микрорайона СХТ поселка Сторожилово, село Половское, Спасского района, деревня Будаева, Кадамского района, село Агропустынь, Рязанский район, Черный Слобода, Шацкий район, деревня Мамоново, Пронский район, Фабричная Слобода, Сапожковский район, микрорайон АЗМР, Скопин и так далее. Коллеги, я прошу глав администрации и Минтек ЖКХ все поступившие жалобы собрать. ЦУР тоже попрошу подключиться, систематизировать, понять откуда больше всего жалоб, приоритизировать все это, по каждому случаю разобраться. Где-то, очевидно, вопрос можно решить достаточно быстро, вот как Нина Константиновна сейчас доложила. Где-то требуется и время, и финансирование. После жалобы с соцсети перешли к повестке дня. Первый вопрос – величина прожиточного минимума на 2025 год. Министр труда и соцзащиты населения региона Денис Тараканов рассказал, что расчет произведен в соответствии с федеральными правилами и рекомендациями Минтруда России, если в цифрах прожиточный минимум увеличился. На душу населения на 14,8% до 15 782 рублей по категориям, на 14,8% для трудоспособного населения до 17 202 рублей, для пенсионеров на 14,8%, для детей на 11,4%. Прожиточный минимум лежит в основе определения права на получение мер социальной поддержки для семей, единого пособия, социального контракта, субсидий на ЖКУ и других. Повышение прожиточного минимума будет способствовать увеличению размера социальных выплат в 2025 году для всех льготных категорий граждан. Закончилось заседание правительства традиционными жалобами из социальных сетей. Тройка лидеров немного изменилась – ЖКХ, медицина и благоустройство. Тем не менее, топ-5 остался прежним. Жалобы были на дороги и мусор. Павел Малков добавил, что из-за несменяемой пятерки самых частых жалоб глаз уже, что называется, замылился. И нужно обращать внимание или на седьмое, или на десятое место, чтобы решать все проблемы. Жара в регионе продолжается. Синоптики прогнозируют высокие температуры до конца недели. Вместе с тем, в Рязанской области ожидают неустойчивое геомагнитное поле, которое может вызвать чувство усталости у метеозависимых людей уже с самого утра. Световой день по-прежнему больше 16 часов. Причем припекать начинает уже с первыми лучами солнца. В дневные часы температура воздуха может превысить отметку в 30 градусов. До конца текущей недели сохранится влияние северо-западного антициклона. Поэтому существенных осадков мы не ожидаем. Ожидается переменная облачность. Ветер в северной четверти слабый ночью, днем умеренный. Температура воздуха ночью в ближайшие два дня 10-15 градусов, днем 24-29 градусов. Вместе с пеклом регион ожидают магнитные колебания. Обстановка усилится вечером в четверг. Метеозависимым людям врачи рекомендуют прогулки на свежем воздухе и отказ от тяжелой жареной соленой пищи, а также от кофе и алкоголя. К концу недели температурный фон повысится. Ночью температура воздуха 15-20 градусов, днем 25-30, местами жара до 32 градусов. К воскресенью возможны кратковременные дожди, грозы, но температурный фон останется повышенным и среднесуточные температуры воздуха сохранятся выше климатической нормы на 2-5 градусов. Для того, чтобы пережить климатические аномалии в период активного солнцепека, лучше ограничить пребывание на улице. Но даже в период спада жары лучше выбирать закрытую, но легкую одежду из натуральных тканей, например, льна или хлопка. Не лишним будет и головной убор, а также солнцезащитный крем. Кстати, по народному календарю 10 июля отмечают День Самсона Синогноя. Православная церковь почитает преподобного как искусного лекаря. Причем святой помогал всем страждущим безвозмездно и до самой смерти. 10 июля Самсону Синогною молятся о выздоровлении, об избавлении от бедности, в зависимости от сильных и властных людей для удачи в пути. По приметам, в этот день нельзя злиться на кого-то, планировать месть, рассказывать неправдивые слухи и сплетни. Считается, что вскоре после этого у человека будут непредвиденные проблемы, которые испортят жизнь. Вместо этого лучше проявить милосердие к тем, кто обратится за помощью. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Ротовирусная инфекция сезонная и становится актуальной прежде всего летом. Болезнь может настигнуть и дома, и в отпуске. Как себя обезопасить? Что делать, если все-таки заражение сбежать не удалось? Смотрите в следующем сюжете. В народе его называют болезнью грязных рук или кишечным гриппом. В медицине – ротовирус. По словам врача-инфекциониста, более 60% всех кишечных инфекций вызываются именно представителями его семейства. А основная опасность заключается в том, что им легко заразиться, если не соблюдать меры личной гиены. Также против ротовирусной инфекции нет специфической защиты. Единственный вариант – вакцинация, которую можно сделать только маленькому ребенку. Поэтому заболеть может каждый, говорят врачи. В основной массе, конечно, эта болезнь переносится достаточно легко и просто, без осложнений. Но приятного все равно, как вы понимаете, мало. В общем-то, это и нетрудоспособность, и ухудшение общего самочувствия. Но мы, повторюсь, не видим тяжелых форм и осложнений каких-то, которые развиваются у пациентов с ротовирусной инфекцией. Поэтому в целом прогноз, конечно, благоприятный. Как говорил Гиппократ, болезнь легче предупредить, чем лечить. В случае с ротовирусом все просто. Владимир Гришин рекомендует мыть руки перед едой, не пить воду из открытых источников и не есть грязные овощи и фрукты. А также не стоит контактировать с больными. Если ротовируса избежать не удалось, паниковать не стоит, говорят врачи. Специфического лечения этиотропных средств для терапии ротовирусной инфекции не существует. То есть все лечение, оно симптоматическое. Ну а так, конечно, при первых симптомах заболевания желательно обратиться к врачу, чтобы получить квалифицированную помощь, чтобы грамотные назначения были сделаны. И, в общем-то, терапия прошла удачно, успешно. И в краткие сроки человек поправился от этого заболевания. А мы продолжаем цикл сюжетов о ретропробеге. Среди гостей из других регионов, зачастую реставраторов, наша съемочная группа заметила необычного гостя. Оказалось, в город приехала куратор Санкт-Петербургского музея ГАИ. Темно-синяя форма младшего сержанта, берет, это форма регулировщицы 1943 года. На автопробеге такую на себя примерила Лариса Босоногова, куратор музея ГАИ из Санкт-Петербурга. Форму она надела в память о девушках, которые несли службу в блокадном Ленинграде. Аббревиатура РУТ обозначает регулирование уличного движения. Лариса Босоногова была лично знакома с ветеранами службы, потому, когда каталась на восстановленном Виллисе, помнила одно из главных правил – крепче держать берет, чтобы от ветра не слетел. Но катались девушки не только на автомобилях. Девочки в такой форме, регулировщицы блокадного Ленинграда, они могли не только на Виллисе подъехать, да, переданным по Ленинграду, но и, например, на Харли Дэвидсоне. Ну и, естественно, они остались в госавтоинспекции. Лариса Босоногова рассказала про одну из регулировщиц, которую узнала лично. Та говорит, что однажды решил ее подвезти солдат на этом самом Харли Дэвидсоне. И когда они слетели с этого самого мотоцикла, и регулировщица разбила себе колени, то решила, что никогда больше за зарубежные мото не сядет. Да и, говорит Лариса Босоногова, любили советские гаишники нашего народного производителя. Основной рабочей лошадкой, конечно, были мотоциклы Уралы уже потом. И трепетно инспекторы любили Уралы. Почему? Да, он может не так красив и роскошен, как БМВ, но он надежен. Любой инспектор мог его разобрать, собрать, починить, проехать по любому чупарыжнику, бездорожье. На ретро-пробеге было представлено сразу несколько мотоциклов. Были Уралы, про которые говорила Лариса Босоногова. Были Днепры и уникальные Ямаха, мотоциклы сопровождения. И сейчас рада, что интерес к мотоциклам возрождается. И во время ретро-пробега был шанс посидеть за рулем этих уникальных мотоциклов. Не просто почувствовать себя водителем, сопровождавшим первых лиц государства, но и простым советским гаишником, который так трепетно относился к своему железному коню, что модели эти практически без реставрации дожили до наших дней. В нашем регионе этим летом оптические явления стали обыденностью. Так, фотографиями паргелия или серебристых облаков рязанцы делятся в соцсетях практически ежедневно. Кристина Бочкарева продолжит. Радужное или белое гало условно делится на два вида. И хотя оптическое явление выглядит волшебно в любом цвете, ему есть вполне себе научное объяснение. Оно возникает из-за преломления лучей солнечного света в кристалликах льда. Именно из них состоят перистые облака. При этом, какое гало мы увидим, зависит от формы и положения кристаллов. Мы можем наблюдать гало, когда в верхних слоях атмосферы достаточно холодно. То есть сейчас лето, жарко, да, кажется, всем все изнывают от жары. Но, тем не менее, даже сейчас может формироваться вот такое интересное явление. Отдельной частью гало являются паргелия. Это как раз ложные солнца, может быть, когда-нибудь кто-то слышал. Когда вы видите солнце, и слева и справа от него на небольшом расстоянии есть либо ложные солнца, как будто три солнца выстроены в ряд, либо радужные пятна слева и справа от солнца. В народе гало называют радужным свечением вокруг небесных светил. Оно может напоминать круглую радугу, дуги или окружности, и даже принимать самые немыслимые формы. Помимо солнечных и лунных гало, есть еще один замечательный объект, точнее одно замечательное явление. Это явление венца. Когда мы говорим о гало, это просто радужный круг, ничего больше. А венец – это концентрически изменяющаяся радужная оболочка вокруг Луны. Иногда, например, вокруг Венеры можно ее увидеть, вокруг Юпитера. Тоже формируется из-за того, что у нас есть капельки воды в атмосфере. Но оно меньше само по себе, но более радужное. Другое, не менее редкое оптическое явление рязанцы могли наблюдать в ночь на 10 июля. Сегодня мы наблюдали ночью очень интересное явление. У нас пролетела ракет-носитель над Рязанью, и многие люди стали свидетелями так называемого НЛО. Как это происходило? Всегда, когда летит спутник, вы видите, что летит маленькая звездочка, тусклая, ну, может быть, не очень тусклая размером, визуально величиной, примерно как Венера, Юпитер, то есть как самые яркие звезды. Сегодня эта звездочка не просто пролетела, а создала огромный хвост вокруг себя. Вот такая вот космическая медуза – результат смены траектории ракеты-носителя. Ракета сделала три витка, и лучше всего была видна на втором, когда у нее работали двигатели. Ее наблюдали в Центральном округе в Сибири и на юге России. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова